Более трех с половиной тонн морожки собрали жители Омы на продажу. В конце лета, начале осени, жители округа традиционно уходят за ягодами и грибами. Дары северной природы – это не только лакомство и заготовки на зиму, но и дополнительный доход в бюджет семьи. Где-то в этом году северная малина уродилась на славу, а где-то ее придется закупать. Конец лета – любимая пора грибников и ягодников. В этом году во всем округе наблюдается хороший урожай грибов. Ягод не меньше. Уже созрела голубика, черника, наливается брусника. А вот морожки в этом году было немного. Хотя, например, Ома пожаловаться на дефицит северной малины не может. Жители Омы и Снопы собрали три с половиной тонны ягоды на продажу. Все год у нас никаких ягод, кроме морожки, нет. Брусники нет, черники нет. Мы будем ватрушки печь. Зима длинная. Ватрушки с морожкой пользуются спросом. Она такая ягода, ведь она не портится. Мы заморозили у нас в морозерке, все стоит. Она год будет стоять у нас. Мы будем выпекать, пускать в хлебопечение. Омское потребительское общество, которое выкупало у населения морожку, сырьем для производственных нужд запаслось на год. Кроме того, 500 килограмм продали авиаотряду для столовой. Еще 600 переправят морем в Индигу. В Тиманской тундре морожка в этом году не уродилась. Несколько потребительское общество выкупленные 250 килограмм ягоды также оставят для пекарни. Ватрушки и пироги с северной ягодой любят и в пёше. Принятые от населения полторы тонны заветной ягоды также пойдут на выпечку местного производства. В сентябре может быть в этой бруснику, может быть, клюкву, чернику или голубей. Вот что будут наберут, что будут сдавать. Кому нужно деньги, так собирают, сдают. Жители большеземельской тундры в этом году тоже испытали дефицит любимого лакомства. Небольшие урожаи есть в Харуте и Харивере. В последнем население принесло на продажу чуть больше 100 килограмм. В прибрежных поселках Усть-Каре и Бугрино объемы сбора небольшие относительно прошлых лет. Жители Каратайки еще надеются сделать зимние запасы. Вся надежда на другие ягоды. Погода так не позволила собирать, то дожди, то еще чего-то. Клюквы у нас нет, брусника еще нам рано собирать ее. Ну, сейчас голубика пойдет. У жителей округа еще будет возможность приобрести и продать дары природы. В сентябре запланирована вторая окружная сельскохозяйственная ярмарка. Валентина Чебичек, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».